Сегодня я расскажу о цветах, которые можно смело назвать настоящей находкой для каждого садовода. Они очень неприхотливые и долго радуют своей красотой. Цветут ярко на протяжении всего лета, а некоторые до поздней осени. И что еще очень приятно, эти растения вам не потребуется выращивать рассадой каждый год. Про такие цветы часто говорят минимум хлопот и максимум красоты. Одно из самых простых в уходе растения, которое можно посеять сразу в открытый грунт весной, в начале лета или под зиму, это сальвия пестрая или хорминумовая. Ее заслуга не только в ярком, но и длительном цветении, которое длится с июня до осенних заморозков. Преимущество этого вида сальвии в том, что она ежегодно дает свой самосев, и вам не придется каждый год высевать ее на рассаду. Что приятно, сеется она именно там, где была посажена, а ее цветение очень гармонирует в миксе с другими цветами. Это растение подходит на срезку для живых букетов и составления сухих композиций. Все части сальвии обладают приятным ароматом. У этого растения вся красота не в цветах, а в красочных прицветниках. Они могут быть насыщены розовыми, сине-фиолетовыми, а также белыми, с зеленоватым и фиолетовым оттенком. На каждом имеется своеобразный графический рисунок. Этот неприхотливый цветок способен расти в полутени и на открытых солнечных местах. Сальвия хорминумовая обладает высокой засухоустойчивостью. Поливать часто ее не нужно, так как она не любит застой влаги в корнях. Вносить удобрения, особенно азот, задержащий, тоже не стоит, чтобы кустики не наращивали зелень в убыток цветения. Чем не растение для ленивых? Еще один универсальный цветок, который подойдет для самых разных мест в саду, это перетрум, девичий или матрикария. Этот многолетник также способен давать свой самосев, но не по всему саду, а именно в том месте, где ее изначально посадили. Невероятно красивые ее цветочки и кружевная пряная зелень. Особо эффектные махровые формы. Этот цветок настолько неприхотливый, что, можно сказать, растет сам по себе. Матрикария красиво украсит садовые дорожки и бордюры в цветниках. Ее можно выращивать в полутени и на солнечных клумбах, а также в альпинариях. Она совершенно неприхотлива к составу почвы и не нуждается в своевременном поливе. Кроме всего, матрикария – это ценное лекарственное растение, которое широко применяют в народной и официальной медицине, а также в косметологии. Садоводам территории с мягким климатом обязательно стоит посеять портулак. Очень красивые, его высокодекоративные махровые сорта. Цветок крайне неприхотливый и подойдет для самых солнечных мест. Цветет портулак все лето, хорошо разрастается и в уходе почти не нуждается. Обратите внимание еще на один яркий многолетник, который цветет до глубокой осени. Укрытие на зиму не требует и способно давать свой самосев. Это яркая гайлартия. Данное растение приживается на разных участках, даже с бедной почвой. Любит солнце, но растет и в полутени. Не требовательна к внесению удобрений и с своевременным поливом. Среди гайлардий можно выбрать разные сорта по окраске цветов и в высоте кустиков. Для переднего плана цветника отлично подойдут компактные сорта высотой не более 30 см. Они образуют пышные, шарообразные розетки, усыпанные крупными ромашками. К таким, например, относится очень популярная сортовая серия Arizona. Это известные и востребованные сорта Arizona Red Shades, Arizona Sun, Apricot, Sunshine и другие сорта. Многолетняя гайлардия, сорта Arizona Sun, была награждена золотой медалью за красоту, долгое и обильное цветение, за сухоустойчивость и простоту в уходе. Такие цветы будут заметны в любом уголке вашего сада. Такой же яркой, неприхотливой и выносливой к засухе считается хрисантема келеватая. Ее пестрые цветы раскрываются в начале лета и не перестают радовать до устойчивых осенних холодов. Вырастить ее можно рассадным путем или прямым посевом в открытый грунт. Окраска цветов самая разная. Есть и особо красивые махровые сорта, и при всей ее красоте уход за этим растением минимальный. Хрисантема келеватая хорошо размножается самосевом, но агрессором не считается. Посеяв ее всего раз и прореживая всходы от сорняков, вы сможете наслаждаться цветением каждый год до самых морозов. Абсолютно неприхотливое выращивание – яркая налана. Ее высота всего до 15-25 см, а в ширину она может покрывать приличную территорию. Из наланы получаются красивые цветущие ковры. Цветет этот почвопокровник яркими колокольчиками розовой, голубой, белой, синий и сиреневой окраски. Цветение обильное до сентября. Агрессивной налана не считается, так как в садах средней полосы растет как однолетник. Однако это растение каждый год способно возрождаться путем самосева и никакого особого ухода не требует. Очень советую посеять в свой сад еще один обильно цветущий почвопокровник под названием немофила. Это очень эффектное растение, о котором я ранее уже выпускала видео. Ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Посеяв этот цветок всего один раз, можно каждый год любоваться красивой цветущей поляной все лето. Немофила способны образовывать красивейшие ковры из многочисленных цветов. Посадки голубой немофилы со стороны напоминают водную гладь. Хотя среди нее есть и другие сорта с самой разной окраской. Вы также можете собирать свои семена и подсевать их в нужные вам места. Очень схож с немофилой цветок под названием лимнантес. Если посадки немофилы похожи на голубую водную гладь, то лимнантес часто называют солнечным цветком. Хотя англичане придумали ему свое смешное название – яичница глазунья. Цветет лимнантес ярко и долго, все лето. Ко всему он еще и очень приятно пахнет. Неплохо сеется самосевом, пышно цветущей и неприхотливой алису. Это растение идеально подходит для бордюров, подбивки цветников и садовых дорожек. Алису выращивают в контейнерах в дополнении к кампельным цветам. Сладкий запах соцветия этого почвопокровника распространяется на весь сад. Его часто высаживают вблизи зон отдыха, чтобы наслаждаться не только красотой обильного цветения, но и приятным медовым ароматом. Цветами для самых ленивых можно назвать однолетний дельфиниум и лунарию. Посеяв их всего раз, эти цветы будут украшать вашу клумбу каждый год. К яркому освещению и качество почвы неприхотливые. Среди однолетних дельфиниумов есть растения с обычными цветочками и красивыми махровыми соцветиями. У лунарии после цветов завязываются оригинальные круглые стручки, похожие на перламутровые монетки. Это растение отлично подходит для составления зимних сухих букетов. Таким же неприхотливым цветком самосейкой считается космея. Ее пышные заросли радуют не только продолжительным цветением, но и ажурной зеленью. Космея – это один из самых малоуходных растений. Многие уже привыкли видеть ее в частных садах и городских парках. Однако не все знают, что среди космеи есть красивейшие сорта с махровой формой цветов. Обратите внимание на эффектное и очень полезное растение – нигелла. Она хороша не только своим мобильным цветением, но и пышной листвой. Нигеллу еще называют чернушкой или черным тмином. Это очень ценное растение. Полезные свойства ее семян издавна применяют в кулинарии, парфюмерии и медицине. Цветы могут быть синими, лавандовыми, розовыми, белыми и прочие окраски. Узнать больше про нигеллу можно из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании. Из наиболее неприхотливых цветов, которые возобновляются каждый год самосевом и цветут до самых морозов, можно назвать невяник и львиный зев. Очень красиво будут смотреться на любой клумбе ароматная матиола и красавица лаватера. А если вы хотите создать яркий, неприхотливый цветник в природном стиле, который не потребует от вас полива и ухода, посейте голубой декоративный лен и эшольцы. Не менее эффектно будут смотреться, особенно в совместной посадке, синие васильки и яркие маки. Цветы мака видны даже издалека. Они настолько неприхотливые, что смогут расти сами по себе и даже без полива. Это засухоустойчивое растение встречается в пустынях, поэтому отлично подходит для самых солнечных мест и ленивых клумб. Однако некоторые опиумные сорта по понятным причинам выращивать в ряде стран запрещено. Хотя в наших частных садах и городских парках все же периодически высевают разные декоративные маки, чтобы любоваться их ярким цветением. И этот список красивых и неприхотливых цветов можно продолжать очень долго. Я буду всем благодарна, кто поделится своим опытом и вариантами цветов самосеек. Отдельное спасибо за ваши комментарии, добрые советы и лайки. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok